В параллелограмме ABCD высота, приведенная из вершины B тупого угла к стороне AD, делит ее в отношении 5 к 3, считает вершины D. Найти отношение AC к BD, если AD к AB равняется 2. Для начала сделаем рисунок. Запишем дано. Четырехугольник ABCD параллелограмм. BE применитикулярно AD, DE так относится к AE, как 5 к 3, AD к AB равно 2. Найти отношение AC к BD. Ведем переменную. Пусть DE равняется 5X, тогда AE равняется 3X. Это получено из соотношения DE к AE равняется 5 третьих. Обозначим это на рисунке. DE это 5X, AE это 3X. Найдем длину отрезка AD. AD равняется AE плюс DE. Подставим сюда наше обозначение. AE это 3X плюс DE. DE это 5X. Будет 8X. Воспользуемся соотношением AD на AB равняется 2. Выразим отсюда AB. Тогда AB равняется AD на 2. Подставим сюда обозначение, получается 8X на 2. Или 4X. Обозначим это на рисунке. Рассмотрим треугольник ABE. Треугольник ABE это прямоугольный треугольник. И мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. Квадрат гиботенуза равен сумме квадратов катетов. То есть, AB квадрат равняется BE квадрат плюс AE квадрат. Выразим BE. BE равняется корень квадратный AB квадрат минус AE квадрат. Подставим сюда наше обозначение. Получается, AB это у нас 4X. 4X квадрате будет 16X квадрат. Минус AE. AE это 3X. 3X квадрате это будет 9X квадрат. Посчитав, получаем корень квадратный 7X квадрат. Вынесем X из-под знака корня. Тогда BE равняется X корней 7. Обозначим на рисунке. Найдем BD. Рассмотрим треугольник BED. Треугольник BED это прямоугольный треугольник. И мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. Квадрат гиботенуза равен сумме квадратов катетов. Тогда в нашем случае BD квадрат равняется BE квадрат плюс DE квадрат. Тогда BD равняется корень квадратный BE квадрат плюс DE квадрат. Подставим сюда наше значение. Получается BE. BE это X корней 7. В квадрате будет 7X квадрат. Плюс DE. DE это 5X. В квадрате 25X квадрат. Тогда BD равняется 32X квадрат. И все это корень. Представим 32 как множители. 2 умножить на 16. И все это умножить на X квадрат. Все это под корень. Вынесем 16X квадрат из-под знака корня. Получается 4X корень из 2. Опустим пемпендикуляр из точки С к прямой AD. Рассмотрим два треугольника. ABE и треугольник DCF. AB равняется CD. Как противолежащая сторона проголограмма. Угол BAE равен углу CDF. Как соответственно углы при параллельных прямых AB и CD и секущей AF. Из этих двух пунктов следует, что треугольник ABE равен треугольнику CDF. По гипотенузе и предлежащему острому углу. А раз треугольники равны, следовательно соответствующие элементы также равны. А именно, AE равняется DF. И все это равняется 3X. BE равняется CF. И все это равняется X корней 7. Рассмотрим треугольник ACF. Треугольник ACF это прямоугольный треугольник. И мы можем воспользоваться теоремой Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. AC квадрат равняется AF квадрат плюс CF квадрат. Преобразуем. Получается AC квадрат равняется. АF мы напишем как сумму длины двух отрезков. AD плюс DF. Все это в квадрате. Плюс CF квадрат. Подставим сюда наше обозначение. Тогда AC равняется корень квадратный. AD это 8X. Плюс DF это 3X. Все это в квадрате. Плюс CF. CF это X корней из 7. Преобразуем. Получается корень квадратный. 8 плюс 3 это 11. Получается 121. 121X квадрат. Плюс 7 корней за X в квадрате. Это будет 7X квадрат. Получается 128X квадрат. Представим 128 как произведение. 2 умножить на 64. И все это умножить на X квадрат. Вынесем из-под знака корня 64X квадрат. Тогда AC равняется 8X корней из 2. Найдем отношение. AC BD. AC это 8X корней из 2. BD мы ранее нашли. Это 4X корней из 2. Сократим. Тогда AC на BD равняется 2. Запишем ответ. AC на BD равняется 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Ак и ничем. Продолжение следует...